Мудрецы, которые учат, которые учат, что нельзя отдавать землю, по всем тем причинам, что я перечислил, они хотят мира не меньше, не меньше, чем кто бы то ни было. И я думаю, что неприлично делить раввинов и мудрецов на ястребов и голубей. В еврейском законе нет ни ястребов, ни голубей. Есть лишь раввины, которые изучают Тору честно, как она есть. А в Торе не существует такого понятия, как политика. В иудаизме нет политики. Политика существует для тех, кто отделяет церковь от государства. В еврейском законе синагога не отделена от государства. Есть правила шаббата, кашрута, другие правила. И есть правила для царей. Каков по еврейскому закону статус еврея и нееврея, как поступать с границами. Все это вопросы еврейского закона, а не политические вопросы. В иудаизме нет такой вещи, как политический вопрос. Если в Шульхана Рух сказано, какой ботинок первым надеть и какой завязать, вы думаете, что он оставляет политические вопросы политикам? Есть закон, по которому либо можно отдавать землю, либо нельзя. И это не политический вопрос.